Олег Александрович, сегодня так получилось, что команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. И опять же, какие факторы, на ваш взгляд, его предопределили? Какие факторы? Ну, во-первых, фактор Запорожья. Команда на ходу, команда очень хорошо играет, и команда находится сейчас в очень хорошей форме, очень хорошо играют иностранные легионеры. Соответственно, это, наверное, первый фактор, очень хорошая игра Запорожья. Соответственно, есть и другие факторы, это наша отвратительная игра. В первую очередь, хочу отметить, вот, 18 потерь. 18 потерь мы совершили, и очки после ошибок Запорожья набрало 27. То есть, ну, при 18 потерях более-менее равной игре, практически равный подбор, количество передач у нас даже больше. Но очень тяжело отзащищаться, прийти в нападение и просто потерять мяч и снова защищаться. То есть, неоднократно мы с ребятами говорили на эту тему, неоднократно пытаемся что-то сделать, чтобы уменьшить это количество потерь. Но это на данный момент, это наша основная беда, которая вот в сегодняшней непосредственной игре и вылилась в конечные результаты. Не было ли у вас желания по ходу матча, возможно, еще и больше, если в переднюю линию показалось, что вот в этом компоненте у Одессы может быть преимущество? Но, опять же, субъективное мнение. Согласно? Понимаете, я пересмотрю, конечно, игры. Игру неоднократно, вот, сделаю уже, скажем так, выводы после. Но в тот момент Запорожье уходило в четыре, скажем так, мобильных игрока, и мы пропустили несколько быстрых отрывов, и мы не успевали с двумя большими возвращаться. То есть у нас были определенные проблемы против быстрой игры в Запорожье, поэтому нам пришлось уходить в более маленький состав, подстраиваться под Запорожье. Плюс наши большие ребята что-то не очень уверенно забивали из-под кольца. Ну, может быть, где-то вы и правы, надо будет посмотреть. Может быть, стоило что-то попробовать. Может быть, стоило попробовать это, может быть, стоило попробовать что-то другое. Наверняка, наверняка можно было что-то сделать такое, чтобы итоговый результат был в нашу пользу. Но сложилось так, как сложилось. В тот момент я принял такое решение, поэтому я за него отвечаю. Ну, и еще один вопрос, если позволите. По поводу, конечно, последней атаки. То есть, конечно, она могла бы перевести встречу овертайм. Она получилась такой, как должна была бы быть, или все-таки это был очень спонтанно? Да, она была такой, как должна была быть, потому что разница в три очка. Соперник искал момент, чтобы зафалить. А у нас был игрок, в принципе, с хорошим броском, который мог выбросить свободный трехочковый бросок. Поэтому последнее, да, мы тогда бы сравнивали счет, у нас бы был вариант. Здравствуйте вам! Что касается последней атаки, то, в принципе, она была нормальной, хорошей. Сопернивая разница была в три очка. Соперник искал игрока с мячом, на котором надо было сфалить. У нас появился игрок, который был относительно свободен. Он принял решение атаковать. Абсолютно нормально, правильное решение. Время было еще и побороться за подбор. Поэтому, что касается последней атаки, она была правильной и оправданной. Спасибо большое. Еще раз, к сожалению, не прошли, но будем надеяться, что наш проект впереди.